Всем привет! Сегодня в этом мастер-классе я хочу вам показать вот такую модную шапочку в этом сезоне с узором косы, либо их еще называют жгуты и мини-жгуты такие между косами. На самом деле этот узор очень простой в выполнении, вы когда начнете, вы не сможете оторваться, пока не закончите, честно вам говорю. Вот такая резиночка в высоту приблизительно 7 см, затем эта шапочка в высоту всего, если взять за воротиком, 21,5 см и бубончик вот такой. Состоит она из двух частей, не слишком длинных, эту шапочку я связала буквально за вечер. Ушло у меня полтора моточка моей пряжи и кому нравится моя шапочка, приступим. Для вязания вам понадобится пряжа, я взяла Alize Alana Gold, свою любимую, цвет светло-серый 684, такой серый меланж. Также понадобится две спицы длинные, 3,5 я взяла диаметром, крючок для заправки кончиков и бубона и ножнички для обрезки нитей. Так как раппорт узора у нас составляет 10 петель, мы наберем кратное 10, то есть я набираю 100 петель плюс 2 кромочные. Первую набираете петельку со второй вместе на одну спицу, затем присоединяете вторую и продолжаете. Еще набираете 100 петель, то есть вот сейчас мы набрали 5, 6, 7 самостоятельно до 102 петель. Вот мы набрали 102 петли, вытаскиваем одну спицу, только обратите внимание, вытаскиваете ту, на которой нет вот этих двух первоначальных петелек. Обратите на это внимание особое, чтобы не вытащили спицу там, где петли ваши. И теперь провязываем таким образом. Почему мы набрали 102? Две кромочные, как вы помните. Первую кромочную мы снимаем, следующие две лицевые, затем две изнаночные, две лицевые. И так вяжете до конца ряда, две изнаночные, две лицевые, чередуя резинку 2 на 2. Вот так вот, две изнаночные, две лицевые. Следующий ряд вяжете изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми. И так вяжете высоту шапочки с отворотом, для отворота, сколько вам нужно. Но я буду приблизительно вязать сантиметров 17 резинкой 2 на 2. Довязав до конца ряда, еще раз вам я включу и покажу. У вас остается две кромочные и последнюю обязательно провязываете кромочную. Запомните, чтобы у вас были ровные края и аккуратное было вязание, вяжите постоянно последнюю петлю кромочную, изнаночной. А когда она у вас будет первой, то просто ее снимайте не провязывая. У вас всегда будут ровные, красивые края. И продолжайте вязать до 17 сантиметров. Я не сказала вам с самого начала, но нам понадобится дополнительная спица. Я взяла такого же диаметра, можете взять немножечко меньше, больше роли не сыграют. Либо дополнительную спицу для наших кос, ну то есть специальную можете взять, если у вас есть такую вот, как бы загнутую посередине. Можете взять обычную, как и я делаю. Итак, я провязала резинку 2х2, вот у меня 17 сантиметров высотой. И сейчас, обратите внимание, мы начнем ряд с лицевой стороны. То есть вот у вас хвостик вот этот при наборе петель будет с правой стороны. Итак, первый ряд. Лицевую мы снимаем, кромочную не провязываем. И первую провязываем изнаночной, вторую лицевой и третью лицевой. Теперь четвертую изнаночную. Шесть лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Из этих шести петель лицевых и будет состоять наш жгутик коса. Теперь снова одна изнаночная, две лицевых и одна изнаночная. Это промежуточные между косыми жгутами. И снова шесть лицевых для жгута. Четыре, пять, шесть. Теперь снова одна изнаночная, две лицевых и изнаночная. Это промежуточные. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная и снова 6 лицевых для жгута. И так нужно провязать до конца ряда, чередуя 1 изнаночную, 2 лицевых, 1 изнаночную, 6 лицевых до конца ряда. Последнюю провязываете кромочной. Провязав первый ряд узора нашего, второй ряд мы делаем по рисунку. То есть первую кромочную снимаете, была изнаночная, значит вяжете изнаночную и так далее. Продолжаете. У нас с той стороны было 6 лицевых последних, значит мы здесь делаем 6 изнаночных первых. И до конца ряда провязываем по рисунку. Там, где была лицевая, вяжем лицевую, там, где изнаночная, изнаночную. Снова вот изнаночная вяжем изнаночную, лицевая, изнаночная, изнаночная, изнаночная. В общем, и так до конца ряда по рисунку. После того, как мы провязали второй изнаночный ряд, снимаем первую петлю кромочную, вторую провязываем изнаночной, как она есть. Теперь, следующие две лицевые нам нужно поменять местами. Мы снимаем на правую спицу, вторую петелечку мы одеваем первой и первую второй. В общем, мы таким образом сделали наклон влево. И теперь, как первую, так и вторую провязываем лицевыми петельками. Вот так. Смотрите, чтобы у вас, конечно, не перекрещенная была, вот как бы петелечка лицевая должна ложиться красивенькой косичкой. Вот, смотрите, а то я первый раз провязала, не повторяйте. Вот у вас косичка ровненько лягла. Теперь, следующую изнаночной. Шесть лицевых, так и провязываете шесть лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь снова изнаночную провязываете изнаночной, лицевые меняете местами. Делаете снова первую, делаете второй и вторую первой. Итак, провязываете точно так же лицевой, но тоже обращайте внимание, чтобы косичка у вас ложилась ровненько, не перекрещенной. Теперь изнаночную, вторую провязываете изнаночной, шесть лицевых оставляете, шесть лицевых без изменения. Итак, до конца ряда вам нужно провязать вот эти средние, между изнаночными, две лицевые петли с наклоном влево. Вот так вот, вторая на первую, первая на вторую. И провязываете обои лицевые, не перекрещенные. Изнаночную вторую провязываете. Итак, смотрите, провяжите с наклоном наши петли влево, две изнаночные по бокам, шесть лицевых. Второй раппорт получается изнаночная, снова перекрещенные две петли между собой с наклоном влево, и изнаночная, шесть лицевых. То есть мы провязали сейчас два раппорта, продолжаете довязывать третий раппорт, и так до конца ряда перекрестите все петли вот эти вот, где у нас по две лицевых между изнаночными, перекрестить нужно до конца ряда, но провязать их не перекрещенными. Еще раз повторю, как это? Это вот как шла наша ровная косичка, вот лицевая, так она идет. Точно так же здесь, как шла красивенько, ровненько, так она идет. Но петли между собой поменять местами, перекрестить. До конца ряда. Довязали до последней петельки, кромочная и изнаночная. Теперь переворачиваете на изнаночный ряд, первую кромочную снимаете и вяжете по рисунку. Там, где изнаночные у вас здесь, там и провязываете изнаночные. Где лицевая, провязываете лицевой. И так до конца ряда. Изнаночная на изнаночную, лицевая на лицевой. Последняя кромочная. Провязав изнаночный ряд, снова переходим к лицевому. Первая кромочная снимаете, вторая изнаночная. Теперь снова нам нужно поменять две между изнаночными петлями с наклоном влево петелечки и провязать их лицевой. Все как в предыдущем ряду. Теперь снова изнаночная. И вот эти 6 петелечек мы сделаем тоже. Сейчас перекрещивание в левую сторону. Делаем жгутик. Итак, берем дополнительную спицу. Первые 3 петелечки снимаете и оставляете за работой. Провязываете 3 петельки следующие лицевыми. Вот те, что у нас на спице. И переносим с вот этой спицы, которую мы оставляли перед работой, тоже петелечки лицевыми провязываете. Теперь провязываете нашу изнаночную и снова две между изнаночными меняете с наклоном влево. Вот так вот. И провязываете две лицевые. Теперь изнаночные. Снова наш жгутик провязываем. На дополнительную спицу снимаем 3 первые петельки и оставляем перед работой. Снова провязываем следующие 3 петли лицевых лицевыми без изменения. И с нашей дополнительной спицы, которую мы оставляли перед работой, переносим лицевыми 3 петелечки. Вот так вот. И изнаночную провязываем изнаночной. Теперь снова 2 петельки меняем местами. Первую лицевой и вторую лицевой. Снова изнаночную провязываете и делаем жгутик. 3 петли оставляем перед работой и следующие провязываем лицевыми на правую спицу. Теперь с дополнительной спицы провязываем лицевые тоже на правую спицу. И делаем следующую изнаночную. Теперь снова между изнаночными делаем снова жгутик такой маленький с наклоном влево. Меняем местами, провязываем лицевыми. То есть у нас раппорт узора, как вы уже обратили внимание, состоит из изнаночной петли. Дальше идет маленький жгутик, изнаночная петля, большой жгутик, изнаночная петля, маленький жгутик, изнаночная петля, большой жгутик и так далее. В общем, состоит наш раппорт из изнаночной петли маленького жгутика, изнаночной петли и большого жгута косы. Вот этот рапорт у нас будет чередоваться весь ряд. И запомните еще, у нас с изнаночной стороны всегда будут петли вязаться по узору. То есть, если у вас с изнаночной стороны здесь изнаночная, значит, провязываете изнаночную, лицевую провязываете лицевой и так далее. С изнаночной стороны петли не меняются, не переворачиваются, не перекручиваются, в общем, никуда они ничего. Все вяжете по рисунку. И этот ряд довяжите до конца. То есть, вот вы маленький жгутик перекрутили, изнаночную провязали, снова большой жгут, перекручиваем, 3 петли сносим на спицу дополнительную, оставляем перед работой. Провязываем следующие 3 петли лицевыми. 1, 2, 3. И с дополнительной спицы провязываем снова 3 лицевые петли. Я надеюсь, что здесь ничего сложного как бы нету. Довяжите так до конца ряда. И вот снова мы дошли до лицевого ряда. Первая кромочная снимаете, следующая изнаночная. И снова с маленького жгутика переворачиваете с наклоном влево петли. Провязываете. Снова изнаночная. И наш жгутик 6 лицевых. Так и провязываете лицевыми. Просто 6 лицевых. Теперь изнаночной, изнаночной. Жгутик наш из двух петель так и делаем с наклоном влево. Меняем петли. Провязываем лицевыми. Изнаночной, изнаночной. И 6 лицевых жгута до конца лицевыми. Снова изнаночная. Меняем 2 петли нашего маленького жгутика. Лицевая, лицевая, изнаночная. Снова 6 лицевых. Как вы видите, мы ничего не меняем, кроме как в лицевых рядах. Мы все время будем вот эти 2 петельки менять, делать вот такой жгутик. То есть вот у нас мелкий жгут. Вот у нас большой жгут коса. Объемный. И так довязываем до конца ряда этого. То есть вот у нас снова маленький, мы меняем местами петли. Маленький делаем жгутик, провязываем. Изнаночная. Теперь большой жгутик мы провязываем просто лицевыми. И снова изнаночная, жгутик меняем. И так далее. В общем, до конца ряда. И вот мы снова дошли до лицевого ряда. Лицевой ряд также вяжем, как и предыдущий лицевой ряд. То есть изнаночная первая, 2 лицевые меняем местами, как всегда, делаем на жгутик. Изнаночная. 6 лицевых. Вот 5, 6. Изнаночная. Меняем 2 наших петелечки, делаем маленький на жгутик. Вот лицевая, лицевая, изнаночная, 6 лицевых. И так далее. Снова до конца ряда. Снова провяжите изнанку. Изнанку я вам показывать не буду. Я думаю, будет вам все понятно в предыдущих разах. То есть довязывайте этот ряд и изнанку. Вот мы снова повернули на лицевой ряд и вяжем. Первая кромочная снимаем, изнаночная провязываем, 2 лицевые. Снова жгутиком меняем местами. Провязываем 2 лицевые. Изнаночная. Наши 6 лицевых петелечек провязываем лицевыми, как обычно. Изнаночная, 2, меняем, вот так вот местами жгутик делаем наш маленький. Изнаночная. Снова 6 лицевых наших косички жгутика. Просто провязываем. Снова изнаночная. И так далее. До конца ряда, все без изменения, туда и обратно возвращаете изнанки. Вот мы довязали до конца изнаночный ряд и перешли на лицевую. Снова первую кромочную снимаем, вторая изнаночная. Теперь 2 меняем с наклоном влево, как всегда. Все без изменения у нас в начале. Изнаночная. Теперь берем нашу дополнительную спицу и снимаем первые 3 петельки на дополнительную спицу. И оставляем перед работой. Вторые 3 петельки провязываем. Возвращаем первую часть в 3 петель и провязываем тоже лицевыми. Теперь снова начинаем второй раппорт узора. Изнаночная. Меняем петли местами с наклоном влево. Лицевая, лицевая. Изнаночная. Жгутики не меняем, вот эти маленькие. Провязываем все как обычно, как я вам говорила уже. Вот видите, у нас уже вырисовывается вот такой вот рисунок узорчик. Здесь у нас будет из резинки заворот. И вот будет такая замечательная шапочка с таким узором. Вы уже можете оценить свою работу. Я думаю, что у вас получается еще лучше, чем у меня. Итак, продолжим ряд. Первые 3 петельки снова снимаем на дополнительную спицу нашего жгута. Вторые 3 петли провязываем лицевыми. И первые возвращаем на правую спицу, провязывая. Снова изнаночная. 2 петли с наклоном влево. Провязываем лицевой. И изнаночная. Итак, продолжаете этот ряд провязывать, делая жгуты, повороты на левую сторону. И вот таким узорчиком вам нужно провязать приблизительно высоту в 12 сантиметров. То есть, начиная от резинки, высоту 12 сантиметров. Мы с вами провязали. Сейчас я вам скажу, сколько сантиметров уже. Мы с вами провязали 5,5 сантиметров. И вам осталось еще провязать приблизительно 6 сантиметров. Где-то вот так. То есть, 12. Все где-то 6, может 6,5 сантиметров. Когда провяжете приблизительно 12 сантиметров, мы с вами продолжим. Я вам уже тогда точно скажу, сколько я рапортов провязала в высоту. И покажу вам, как мы будем делать убавление нашей шапочки. До встречи во второй части. Продолжение следует...